33 тысячи рублей недостачи стали поводом для обращения в суд для работников одного из северодвинских общепитов. Повар и бармен в течение полугода зарабатывали на банкетах. Половина выручки незаконно уходила в их карман. Как накажут черных работников кафе в суде, выясняла наша съемочная группа. Заработать на банкетах и обмануть начальству удалось двум северодвинкам. Полгода работницы одного из общепитов города обслуживали массовые застолья и возвращали в кассу лишь половину выручки. Клиентам давали поддельные счета, а недостающие в кафе продукты покупали в дешевых магазинах. Начальство общепита, выявив недостачу, довело дело до суда. Это больная тема общепита, поэтому нам хотелось донести, чтобы таких людей просто больше не брали на работу, чтобы никто не обжигался из предпринимателей. В управляющей кафе выявлено лишь два случая воровства – один на 11 тысяч, другой на 22. Сколько у черных поваров было еще промыслов – неизвестно. Да и сумма ущерба здесь не так важна. Отстоять свою правоту и защитить остальных предпринимателей – вот главная цель обвинителей. Эти деньги все равно потеряны для предприятия. И это не те деньги, которые потеряны. Там, во-первых, деловая репутация утеряна. Практически обанкротился кафе. Люди обслуживаются некачественно. Мало того, что, я бы сказала, даже антисанитарно. Какие продукты они купили в магазине, что они там принесли, вложили в холодильник, это же неизвестно, правильно? Обвиняемые северодвинки свою вину полностью признали. Так что сегодня заседание закончилось примирением сторон. Ведь обе женщины закон приступили впервые. Преступления совершенными подсудимыми относятся к категории средней тяжести. И они ранее не судимые. Ими было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Ну и на основании того, что вред совершенными преступлениями был полностью заглажен перед потерпевшими, сторона обвинения не возражала против применения ст. 25 уголовного процесса закона. Именно против того, чтобы прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. Украденные деньги женщины тоже вернули. Управляющая надеется, черные работники общепита на места в этой сфере в будущем не устроятся. О борьбе с такими поварами и барменами она продолжит. Предлагает создать специальную базу для предпринимателей, где будут собраны имена проворовавшихся коллег. Наталья Аскерко, Анастасия Рябченкова, Вестник Северодвинска.